Вакцинация Вакцинация – один из самых острых вопросов нашего времени. Вакцинироваться или не вакцинироваться, спрашивают себя миллионы людей в нашей стране. И отовсюду слышат разные ответы. Я не врач, не эпидемиолог, но как пастырь церкви я озабочен тем, чтобы люди не болели и не умирали преждевременно. Мне жалко тех, кто оказывается на больничной койке под аппаратом искусственной вентиляции легких, кто умирает в страшных мучениях. У меня нет никакой другой мотивации, кроме желания помочь. И я буду исходить из своего опыта и высказывать свое личное мнение, поскольку в церкви, как и в обществе, мнения по этому вопросу разделились. Первое. Мы все когда-то были вакцинированы, и нас никто не спрашивал, хотим мы этого или не хотим. И сегодня существует общенациональный календарь прививок, согласно которому новорожденному ребенку в течение первых нескольких месяцев жизни делаются прививки от гепатита B, дифтерии, коклюша, туберкулеза, столбняка, полиомиелита. Когда-то от этих болезней дети умирали, а благодаря прививкам защищены. От оспы умерло не менее 300 миллионов человек только в 20 веке. А сейчас эта страшная болезнь вообще исчезла. Благодаря чему? Исключительно благодаря массовой вакцинации населения. Второе. Ни одна традиционная религия, ни христианство, ни иудаизм, ни ислам, ни буддизм не запрещает верующим делать прививки. Наоборот, когда в XIX веке на Аляске была эпидемия оспы, святитель Иннокентий Вениаминов лично делал местному населению прививки, которые спасли людей от вымирания. И после него этим занимались священники русской духовной миссии на Аляске, ездили поселением и вакцинировали людей. В царской России существовала даже государственная награда – медаль за прививание оспы. Ею по указу императора награждались врачи и священнослужители, участвовавшие в вакцинировании населения. Отказ от прививок существует только в некоторых сектах и в экстремистских организациях. Их идеология построена на теории заговора, на разного рода мифах, подпитывается слухами, при этом игнорируя общеизвестные и общедоступные цифры и факты. Третье. Тема вакцинации приобрела особую остроту в связи с распространением коронавирусной инфекции. Коронавирус поражает дыхательную, сердечно-сосудистую, другие системы организма и для многих людей представляет смертельную опасность. По состоянию на первые числа ноября 2021 года в мире умерло от коронавируса более 5 миллионов человек. А в России, по данным Росстата, уже более 462 тысяч, то есть почти полмиллиона. Коронавирус – общемировая проблема, а для России – общенациональная катастрофа. Нужно быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть. Нужно иметь каменное сердце, чтобы равнодушно смотреть, как вокруг нас болеют и умирают люди. Четвертое. Некоторые говорят, от гриппа умирают столько же. Это миф. В России от эпидемии гриппа, которая бывает раз в 4-5 лет, умирает около тысячи человек за сезон. В 2019 году от гриппа умерло 239 человек. А от коронавируса в России умирает по тысяче и более человек в день. Я прожил на этом свете 55 лет и ни разу на своем веку не слышал, чтобы кто-то из моих знакомых или из их знакомых умер от гриппа. А о смерти от коронавируса я слышу сейчас каждый день. Сначала пишут, помолитесь, поднялась температура. Потом помолитесь, забрали в больницу. Спустя несколько дней помолитесь, подключили к ИВЛ. А потом просят молиться за упокой. Никогда такого на моей памяти не было. С гриппом это сравнить никак нельзя. Пятое. Говорят, что вакцины неэффективны, что вакцинированные тоже попадают на больничную койку и умирают. Это миф. На самом деле вакцины очень эффективны. Они не спасают от заболевания на 100%, но защищают на 80, 90 и более процентов. Среди тех, кто сейчас в больницах, абсолютное большинство – не вакцинированные. И даже если вакцинированные заболевают, болезнь протекает легче. А из тех, кто умирает от коронавируса, вакцинированные составляют десятые доли процента. Причем смерть в таком редком случае, как правило, вызвана не самим вирусом, а сопутствующими хроническими заболеваниями. Мне известен и такой случай. Умер в больнице человек, как бы вакцинированный. А оказалось, что он просто купил сертификат за 3000 рублей, чтобы от него отвязались. Решил обмануть других – обманул себя. Шестое. Говорят, что вакцина превращает мужчину в импотента, а женщину делает неспособной к рождению детей. Это чистой воды миф. Вакцины не имеют никакого отношения ни к мужской потенции, ни к женскому чадородию. Сотни миллионов людей в мире вакцинировались и живут полноценной семейной жизнью, рожают и воспитывают детей. А вот у перенесенного коронавируса очень много непредсказуемых последствий. Осложнения на легкие, на сердце, на сосуды, на центральную нервную систему, частичный или полный паралич. Известный московский священник, отец Дмитрий Смирнов, выздоровел от коронавируса, но его парализовало. Я с ним разговаривал по телефону. Он сказал, чувствую себя нормально, но руки и ноги не двигаются. А через несколько месяцев он умер. Формально не от коронавируса, а реально от его последствий. Это факт, а не миф. И такие, как он, не учитываются при подсчете числа умерших от коронавируса. А таких очень много. Седьмое. Говорят, что требуется не менее 30 лет, чтобы вакцина прошла проверку. И что, может быть, через 30 лет мы узнаем о каких-то последствиях вакцинирования, о которых сейчас не знаем. Теоретически это так. Практически же люди умирают сегодня на наших глазах. Вдумайтесь, терять по тысяче человек в день, это как если бы на войне мы теряли ежедневно целый полк. У нас нет возможности ждать 30 лет. Людей надо спасать сейчас. И вакцина на сегодня – лучшее средство. Пусть и не стопроцентное. Восьмое. У вакцины бывают побочные действия, и это многих отталкивает. У кого-то поднимается температура, кого-то тошнит или знобит. Но риски от вакцинирования несопоставимы с рисками от заражения вирусом. Поэтому если кто-то говорит вам, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, не верьте. Это опасный и вредный миф. Болезнь коварна и непредсказуема. Даже если у вас очень крепкое здоровье, она может сразить вас на повал и оставить ваших детей сиротами. Девятое. Многие не хотят вакцинироваться, потому что уверены в своем здоровье или не боятся смерти. Если вы не думаете о себе, подумайте о других. Если вы не вакцинированы, вы представляете постоянную опасность для окружающих. Подумайте о ваших родителях, о бабушках и дедушках. Вы можете заразиться и переболеть легко, а они от вас заразятся и отправятся на тот свет. Как вы будете жить после этого? К нам, священникам, сейчас очень много таких приходит. Их совесть мучает. Они места себе не находят, потому что виноваты в смерти родных. Десятое. Единственной уважительной причиной для отказа от вакцинации являются медицинские противопоказания. Если у вас их нет, то ваш нравственный долг перед собой и перед близкими – вакцинироваться. Если же вы не хотите прививаться, сидите дома и никуда не ходите. Не подвергайте опасности других. Мы все ответственны друг за друга. И сегодня самое время вспомнить об этой ответственности. Сегодня, а не завтра. Ибо завтра может не наступить для вас или для кого-то из ваших близких.